Добрый день! Я рад приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем ролике я хочу с вами поделиться одним лайк-хаком, о котором я узнал относительно недавно и уже успел его использовать. Речь идет о том, как покупать дешевые билеты, авиабилеты через лоукосты. Ну, как вы знаете, все говорят, что в лоукостах и так дешевые билеты, я тоже так думал, но, оказывается, есть ряд особенностей. Там тоже можно купить билеты и даже дороже, чем в обычной авиакомпании. Итак, как же покупать билеты, чтобы это было максимально дешево? Оказывается, я об этом не знал. Если заходишь на сайт лоукостов, ну, допустим, возьмем Визэйр, вы посмотрели на то число, которое вы хотите, увидели цену билетов, и потом заходите буквально на следующий день или же в этот день, и вдруг вы видите, что билеты подорожали. Вы заходите, опять же, смотрите на эти даты, буквально через час, смотрите, что билеты снова подорожали. Вы видите, что билеты стремительно дорожают, поэтому их нужно покупать, и иногда покупаете по дорогой цене. Так в свое время произошло со мной. Я купил, конечно, не так дорого. Мы летели в Данск, и я действительно захожу, вижу, билеты с каждым разом дорожают. Ну, я понимаю, что их или вообще не будет. Я, честно говоря, тогда первый раз столкнулся, и я купил билеты дороже, чем я хотел бы. А мои товарищи, они покупали раньше, они купили билеты практически в 2,5 раза дешевле. Оказывается, что происходит? Когда вы заходите на сайт компании, там стоят специальные программы, которые отслеживают ваш IP-адрес. И они видят, что вы заходили, компания получает информацию, что вы интересуетесь билетами именно на это число. И в следующий раз, когда вы заходите, они повышают цены, чтобы у вас создалось впечатление, что билеты дорожают. И как бы подстегивают вас быстрее сделать покупку, и, соответственно, дороже вам продают авиабилеты. Как же нужно покупать, чтобы этого избежать? Первый момент. Нужно покупать билеты минимум за 1,5 месяца до той даты, когда вы хотите куда-то улететь. 1,5 месяца, ну такой оптимальный срок, 6 недель. И лучше почему-то это делать во вторник. Во вторник, во второй половине дня, после 3 часов. Тогда билеты, ну вот как-то так, это уже из моего опыта, опыта других моих товарищей, именно почему-то в это время билеты наиболее дешевые. И второй момент. Если вы посмотрели билеты, выбрали, вас устраивает цена, но сразу не купили, и потом заходите, лучше зайдите или с другого компьютера, или просто с другого браузера. Допустим, вы заходили через Google Chrome, потом зайдите через Mozilla, там Internet Explorer и так далее. И вы увидите, что цена осталась прежней. То есть компаниям не удается отследить, что именно вы интересуетесь билетами на эту дату. И тогда вы купите билеты наиболее дешево и по той цене, которая вас устраивает. Еще такое небольшое добавление, когда вы будете покупать билеты, там вам предложат выбрать место, увеличить багаж и так далее. Это не обязательные услуги. Эта компания просто предлагает в надежде, что вы на это тоже купитесь. Если вам это не нужно, вы просто это игнорируете, и далее идете к бронированию билетов. Вот такой небольшой лайфхак. Он мне помог сохранить деньги. Я думаю, вам тоже пригодится и тоже поможет сэкономить в путешествии. На этом у меня все. Понравилось видео? Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, делайте репост этого видео. Обязательно дождитесь окончания ролика. Там я для вас приготовил ссылки на те видео, которые, на мой взгляд, тоже будут вам интересны. Всего доброго! Будем здоровы! И будем путешествовать! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!